Все честно, как в аптеке. Вас у нас не обманут. Как обещал, встречаемся после одной композиции. 17 лет назад указом президента Республики Беларусь было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Профессия спасателя входит в список самых опасных профессий в мире. Связанная с риском для жизни, она требует высокой профессиональной выучки и самоотверженности. Сегодня Белорусская служба спасения располагает высоко квалифицированными кадрами и современной техникой, что позволяет ей решать задачи любой сложности. В профессиональный праздник наших спасателей-пожарных, который отмечается сегодня, 19 января, мы с вами проведем небольшую интерактивную викторину и разыграем памятные сувениры от Минского городского управления МЧС. А сегодня мы разыгрываем огнетушитель. Как его получить? Все очень просто. Нужно выслушать мой вопрос и прислать ответ на короткий номер 104,6. Если догадались, сразу можете присылать заветные цифры 104,6, ну или дам вам подсказки. Итак, мой вопрос. Как называется установка, находящаяся на вооружении у современных спасателей, струя из которой выстреливает под огромным давлением, 300 атмосфер, да так, что способна пробить стену? Итак, как же называется эта установка? Вариант 1. Анаконда. Вариант 2. Ужик. Вариант 3. Кобра. И вариант 4. Питон. На короткий номер 104,6 повторю еще раз вопрос. Как называется установка, находящаяся на вооружении у современных спасателей, струя из которой выстреливает под огромным давлением в 300 атмосфер, да так, что способна пробить стену? Анаконда, Ужик, Кобра или Питон. Жду ваши варианты. Наши замечательные спасатели, как и все наши замечательные слушатели, люди с хорошим чувством юмора. Не успел я озвучить вопрос, как прилетел вариант Брандсбой. К сожалению, таких вариантов я не называл. Итак, давайте разбираться. Сегодня я вас спросил, как называется установка, находящаяся на вооружении у современных спасателей, струя из которой выстреливает под огромным давлением в 300 атмосфер, да так, что способна пробить стену. Анаконда, Ужик, Кобра, Питон были такие варианты. Но долго вокруг да около ходить не буду. Вариант номер 3. Кобра. Абсолютно верный вариант. И раньше всех с этим справился абонент, чьи последние цифры номера 6088. Я вас поздравляю, где забрать уже ваш огнетушитель. Расскажу буквально через несколько секунд. Ну а в завершении хочу сказать, что в МЧС служат люди, преданные своему делу. В ежедневных сводках только цифры, но за каждый из них чья-то спасенная жизнь. Поэтому в канун профессионального праздника Минское городское управление МЧС поздравляет всех спасателей с праздником. Здоровья, карьерного роста, мира и благополучия. В семьях, ну и, конечно же, сухих рукавов. Радио Би-Эй. 104,6 ФМ в Минске. 106,2 ФМ в Брессе.